С профессиональным праздником людей творческих накануне поздравляли в городе над Бугом. Слова уважения и признательности в этот день звучали в адрес тех, кто делает жизнь ярче, красочнее и разнообразнее. За многолетний труд и большой вклад в культурное воспитание подрастающего поколения и сохранение духовности на Брещене лучшим из лучших профессионалам своего дела были вручены дипломы, грамоты и благодарственные письма. Сказать теплые слова, поздравить их всех с праздником, придут сегодня руководители нашего города, руководители районов города, придут работники профсоюзов, ну и работники исполкома, которые сегодня вручат награды, заслуженные награды лучшим работникам культуры, которые в прошедшем году замечательно потрудились и работали. Есть такая профессия – дарить людям радость. Именно так свою работу может охарактеризовать, наверное, большинство специалистов, которые трудятся на культурной ниве нашей страны. Человеку, далекому от этой сферы, может показаться, что у артистов, режиссеров или художников вся жизнь сплошной яркий карнавал, окутанный вдохновением и творческими свершениями. Однако понять, насколько ошибочно такое суждение, можно только оказавшись по ту сторону сцены, мольберта или театральных подмостков. Понять и почувствовать, что за каждым выверенным движением, точным словом, взятой нотой или правильным мазком кисти стоит многодневный, а порой и многолетний труд. Любое искусство – это каждодневное. Надо долбать, 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 то есть в одну точку бить. И тот же музыкант, он должен сто раз одну ноту сыграть, чтобы она исключительно звучала. Танцор, сто движений надо сделать, чтобы оно было качественное. У нас сто линий надо провести, чтобы она была грамотная, эта линия, такая, как должна быть. Поэтому труд-труд. Учиться, учиться, еще раз учиться. Не зря это было придумано. Но несмотря на сложности, которые иногда возникают, люди, выбравшие творческий путь, вряд ли изменили бы свое решение. Даже появись у них такая возможность. Они сами объясняют данный факт очень просто. Признаются, что их профессия – это состояние души. Возможность поделиться с миром, добром и теплом, подарить радость и создать хорошее настроение. И как бы банально не звучали следующие слова, но именно улыбки, аплодисменты благодарных зрителей, читателей и слушателей – самая дорогая и самая важная награда за труд. Хотелось бы пожелать своим коллегам, работникам культуры, в первую очередь, крепкого здоровья. Потому что труд, он очень сложный, он творческий, требует усилий, требует самоотдачи. Поэтому хочу пожелать аплодисментов, творчества, крепкого здоровья, личного счастья каждому и как можно больше праздников в душе.